всем привет с вами бланк от игра race of kingdoms началась у нас подготовка квк и пошел у нас этап убийство мародеров первый день прошел сейчас еще посмотрим что у нас тут происходит какие ивенты и немного оценим союзников и оппонентов так первый раз так вижу такого короля активного сала лавлин у него один аккаунт находится в топ-2 тем более что на убийство мародеров как бы дается только два дня второй день только начался то есть он за первый день по мы сделал 33 или 32 миллиона очков и еще у него аккаунт есть топ-28 так по поводу ранга королевства ну плюс-минус мы идем адекватно то есть равна с первым вторым местом третье место немного отстала а вот 4-8 идут примерно одинаково так по поводу союзов так 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 я уже не помню а вот 32 39 46 наши союзники так 32 39 идет на третьем месте 32 46 идут на четвертом пятом месте поводу королевства 945 там прилетело очень много сильных мигрантов сейчас мы тоже взглянем и лично мое мнение что они очень сильны у меня пока вышло набить грубо говоря 950 тысяч очков что мне выпало по поводу гемов именно с мародеров это 2650 и пока не вскрывался и 136 сундучков и кстати сейчас можно будет скрыть посмотрим чего выпадет дальше проходит нас и вент поисках истории чуть-чуть ближе к нему стал золотом высоты именно так отсюда у нас кстати можно будет разобрать меч меч так опять не претанул супер но золотому стату становимся поближе тем более сейчас две шмоточки получил так здесь скорее всего откроем вот так вот так мы два дня ускорения еще два дня 800 гемов сакура тоже кстати никак не претают еще три дня еще шесть дней я не сказал бы что жирное не сказал бы что не жирно пойдет так так два дня так а че тут так день здесь пойдет принципе с минус одинаково вышло так а ну-ка ничего нельзя сковать все хотел сакура не получила сковать обидно на самом деле два раза уже пробовал рисковать что-то нифига не получается с этим проблемы сейчас глянем сервер 1945 они очень сильны это так мое мнение и по набирали туда как бы неплохо мигрантов уже плотно плотно так 1945 то колен с 8 6 миллиардов нужно новый игрок в плане после первого кавк по моему это мигрант или не показалось этот новый игрок так 8 650 45 тб 9 с половиной тоже наверно местные ребята мигранты какой-то лент с них чекал прямо такой очень сильный был 945 не помню какой альянсов как бы у них много на самом-то деле и все сильные получается раз два три четыре пять альянсов до десяти миллиардов дальше 939 хотел посмотреть именно на основном основного нашего оппонента и основного наши союзника потому что по моему второй по мощности из наших союзников это 39 5 так 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 9 10 9 9 10 10 10 игрокам 45 будут мощнее нас немного они под конец очень здорово усилились но именно по общей мощности мы будем сильны и потому что у нас как бы игроков просто побольше элементарно по активу посмотрим то как допустим будет нанимать войска но не понял я но лично мне кажется что 39 сильнее нас почему потому что там очень много от действительно старых и грантов которые будут здорово нас сильнее а кто забрал собрали салют так что такие вот делы думаю что на самом-то деле по наему мы скорее всего проиграем именно 45 королевство потому что они к нему много готовились и прилетела сюда огромная толпа по поводу расположения очень хочется мне чтобы мы попались против двух королев со старту я думаю что это большой плюс воевать будет интереснее и очень не хотелось бы чтобы попались в окружении двух союзников потому что тогда будет каком раскладе очень скучно хотелось бы какая-то была полноверная постепенная война именно до королевской зоны и тогда будет и не так скучно и веселее и интереснее и как бы уже до королевской зоны плюс-минус станет ясно кто на что выходит что у нас еще интересного из ивентов по моему больше ничего величайший с нуля нуля кстати я думаю что будут участвовать завтра потому что тут трата ускорений как раз можно будет поучаствовать здесь и нанять войска скоро будет киролька ну ка откроем посмотрим что упал падает ничего интересного не упал здесь тоже там совсем ничего так мне понравилось на самом деле что этапа сократили по два дня потому что три дня это прям совсем нудно и тяжело по два этапа как бы хорошо мы сейчас быстренько загроем так что так вот еще раз поставить что у нас вышло королевство 30 45 39 32 46 62 57 65 актив опять же скажу что лично мое мнение что у всех очень хорошо потому что что попасть тут тысячу вот топ 100 нужно миллион 820 и это практически за один день потому что вот осталось 16 часов то есть если бы нам ушло три дня то я думаю что нужно было бы порядка трех миллионов чтоб попасть топ-100 трех может быть четырех у кого как сады поэтому с активом пока что у всех все хорошо посмотрим как будут на войне и посмотрим что у нас выйдет золотом и и что у нас уходит по мощность альянс 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 в принципе зарядился очень мощный второй альянс тоже мощный нас вообще принципе очень много альянсов поэтому если у кого-то будет актив то будет прям очень круто потому что сервер именно этот сервер зарядили хорошим отъем поэтому смотрю раме даже бывает проблемно потому что они ну то есть очень много людей по личной мощности я именно видел на сорок пятом там прям очень много жирных типов прям очень много и старых и новых и в том числе 3-го который там просто нереальное количество мертвых и прямо огромная мощность у нас допустим по личной мощности нахожусь на шестнадцатом месте нахожусь на шестнадцатом месте вот этот парень правда прям очень много гонит прям очень это местный парень у него прям с донатом все очень хорошо так что так осталось что у нас получается еще один день мародеры два дня будет на нем войск и два дня убийства фартов приземлимся на карты там вниз тоже глянем что на что мы выходим куда мы расположимся и как она у нас чем будет по поводу мародеров что хочу сказать что падают обычные 7 минутные ускорения критовые 35 минутные падают только только бинты лично мне падали по поводу материалов как правило они падают тоже очень редко вот бинты упали 35 минут падает 12 сереньких очень редко прям очень редко и бывает падает 1 зелененькая тоже прям очень редко поэтому мне кажется что именно вот кому нужны ускорения для роста они будут проблемы с мародерами потому что есть секретовые падают ускорение то это только ускорение на лечение войск очень не так мне помогают тут silent выбивать и амулеты делаем но в принципе нам или делаем и как бы не особо зацеливаешь на второе соленки взять хочу но как бы есть и ребята которые по непонятным причинам считают что не в соли и придет солидим передается получше и люди которые вызывают солен то не просто допустим подвигают чекают карту если это выпал соленка убегают воруют делать некрасиво на как бы от этого никуда не убежишь ругаться на сервере тоже по большому это все это не очень хочется объясняешь им что-то на не естественно как бы это не понимают потому что мое мнение что как бы что солен что амулет нужно ковать там случае когда у тебя уже но есть типические наборы других материалов потому что да за ту цену который он дает можно вставать что-то получше так что так всем ты посмотрел спасибо всем счастливо я думаю что у нас относительно где-то через три недельки так примерно уже начнутся там первые боевые действия очень не хотелось бы попасть на карту квк прямо рядом с союзниками всем удачи